Джамбетов Хусейн почему-то не выходит на связь. Он провел эфир у себя в телеграм-канале. Как насчет атаки на Белгород думаешь? Слушайте, я уже запутался в этой теме. Люля – это такая кличка у Рамзана Кадырова, видимо, в его селе. Тумсо, я все ждал, когда журналисты тебя пригласят на интервью после твоего возвращения, так как это очень обсуждалось, но пока ничего нет. Почему? Саламу алейкум. Вопрос. Допустим, если бы Россия была бы конфедеративным государством, все регионы обладали бы такими же правами, как Штаты в США, то бишь полная автономия, было бы ли это допустимо? Тумсо, ради Аллаха, расскажи, куда пропал Сулейманов Эль-Хан? Слушай, ну есть только два варианта, куда пропадают чиновники из кадыровской иерархии. Они либо как Абдул Кириллов отправляются на тот свет, либо они попадают в подвал, какой-то кадыровский подвал, из которого никакой связи в этом подвале, как правило, не бывает, поэтому этих людей тоже не бывает. Если человек из кадыровской иерархии, министры, главы администрации и так далее, если они лишили своих должностей и пропали без вести, то есть немало тех кадыровских чиновников, которые лишили своих должностей, но мы их все равно можем отследить, как, например, Ислам Кадыров лишился должности, да, там прострелили обе руки, да, немножко пытался там где-то даже выплыть, но не получилось. Но мы, во всяком случае, какие-то социальные сети, где-то он там мелькает на каких-то мероприятиях, мы где-то его видим. Человек живой однозначно. Но если кадыровский чиновник был уволен по собственному желанию или по состоянию здоровья и пропал без вести, то здесь только две дороги. Одна ведет на тот свет, а другая ведет в кадыровский подвал. Вот в какую, на этой развилке, в какую сторону пошел, точнее, в какую сторону отправили Эльхана Сулейманова, это вопрос Кадырова. Мы надеемся, что он на него ответит, надеемся, что он также нам расскажет про истинную причину убийства Абдул-Керима Идилова. Мы все ждем. Да, мы знаем, что это очень грязная и неприятная история, Кадыров. Мы знаем, что ты не хочешь об этом говорить. Но об этом все равно придется рано или поздно рассказать. Все равно люди об этом узнают, поэтому лучше сделать это самим. Как помните, в случае с пытками Ислама Кадырова, когда вам стало известно, что у меня есть эти видеозаписи, вы тогда сами их опубликовали. Вы решили, что лучше сделать это самим. Вот это та же самая ситуация, Кадыров. Вам лучше самим рассказать истинную причину убийства Абдул-Керима Идилова, чем это будут делать другие люди. Например, я. Четыре на четыре. Саламу алейкум, брат. Ждем дискуссии с Хусейном. Алейкум ассаляму, рамку а баракату. Джамбетов Хусейн почему-то не выходит на связь. Он провел эфир у себя в телеграм-канале. И во время этого телеграм-эфира он звал меня. Где ты, мол, я закинул сегодня свой телеграм, это его обращение. Я присоединился к этому эфиру уже в конце. То есть, там буквально минут 10, по-моему, этого эфира я застал. Когда я к этому эфиру присоединился, там было две с лишним тысячи человек. И Джамбетов уже с кем-то там разговаривал. Но я подозреваю, что он среди двух с лишним тысяч, он, наверное, в принципе, и не заметил бы даже. Поэтому, в принципе, это неправильно, Джамбетов, делать у себя на телеграм-канале эфир и потом там кого-то звать. Так не делается. Если бы ты хотел, если ты хотел со мной поговорить, если ты был готов отвечать на мои вопросы, то тебе нужно было как-то со мной обговорить, сказать, давай проведем эфир, я отвечу на твои вопросы. У меня есть и к тебе, я задам тебе вопросы. Мы бы договорились, обговорили бы площадку, обговорили бы правила и провели бы эфир. Во всяком случае, как только я услышал, что ты меня искал, у меня действительно есть к тебе вопросы. Я думаю, что у нас получилась бы очень интересная беседа. Я поэтому обратился к нему на чеченском языке у себя в телеграм-канале, сказал, давай свяжись, так как ты не дал никаких контактов для связи с тобой. У него в телеграме нет ни бота обратной связи, ни какого-то аккаунта, где бы он сказал, вот сюда вот напишите. Соответственно, я сказал тогда, раз ты не дал возможность связаться с собой, то вот у меня есть бота обратной связи, давай свяжись, давай с тобой обговорим и сделаем эфир. Но пока он на связь не выходил. Но надо сказать, что после этого он и у себя в телеграм-канале ничего больше не выкладывал. Поэтому может быть человек где-то там в Украине сейчас на передовой, или может он с Пригожиным разбирается, не знаю, подождем. Подождем, может быть выйдет на связь? Хасан когда выйдет на связь? Хасан с Хасаном все в порядке. Когда Хасан выйдет на связь, не знаю, не могу сказать, но надеюсь, что это произойдет в ближайшем будущем. Хасана очень не хватает в публичной сфере. Очень не хватает. Кто такой Люлю Кафыров, про которого часто в интервью говорил Басаев? Люля – это такая кличка у Рамзана Кадырова, видимо, в его селе, когда он рос. Ему дали такое погоняло. Сам Кадыров о своем детстве рассказывает очень помпезно, что он там чуть ли держал какой-то квартал, улицу. Но его погоняло, вот это его кличка, прозвище, оно говорит само за себя, что он держал на самом деле. И я думаю, что он сам свои штаны, если удерживал, то это хорошо. В общем, его так называли Люль в его селе. А Люль, как говорил Басаев, Люль – это мундштук. То, что одевают на сигарету, когда раньше сигареты были без фильтра, на них такие мундштуки делали. Хотя, может быть, и сейчас есть они, не знаю. В общем, такие мундштуки – это такая многоразовая вещь. В общем, Люль на чеченском – это так называли вот этот мундштук. То есть, у него кличка была мундштук, грубо говоря. Вы можете себе представить человека с кличкой мундштук, который держит квартал и улицу? Как насчет атаки на Белгород думаешь? Слушайте, я уже запутался в этой теме. Что там происходит? Откуда долбят этот город, как его? Забыл название. Шебекино. Шебекино, по-моему. В общем, туда то заходят, то выходят, то какие там артиллерии долбят. Кто держит этот город под контроль? Ничего не понятно. Но факт, что война пришла на территорию России, в Белгородскую область. Вот это факт. И потихоньку россиянам придется столкнуться с трудностями войны. Не только украинцам нужно с ними сталкиваться. Салам алейкум. Вопрос. Допустим, если бы Россия была бы конфердеративным государством, все регионы обладали бы такими же правами, как Штаты в США, то бишь полная автономия, было бы ли это допустимо? Алейкум асалам. Например, США немножко неправильный, если говорить о конфедерации, потому что США это больше федерация. В принципе, не важно, конфедерация или федерация. Россия, она хоть и заявлена как федерация, понятно, что она, конечно, не является федерацией. И я не люблю, знаете, рассуждать, вот если бы, да ка бы. Факт в том, что мы хотим быть свободными. Вы понимаете, чеченцы в какой-то момент сформировались как нация, вот очень давно, сформировались как нация и политически, и идеологически гражданское общество развелось. Это произошло где-то там несколько веков назад. И я думаю, что на тот момент, скорее всего, фактором объединения чеченцев как единой нации был, скорее всего, религиозный фактор. То есть, когда повально чеченцы приняли ислам, и вокруг нас окружали, с одной стороны, конечно, самый большой сосед, это кто? Это Россия. Грузия на тот момент тоже входила в состав Российской империи. И не так далеко от нас находится Османская империя на тот момент. Это как халифат воспринималось. Наверное, таковым и являлось. Османский халифат, Османская империя. То есть, это такое мусульманское государство, не отдельное какое-то этническое, там, национальное, а как мусульманское. И есть также Персия, ну, то есть, нынешний Иран, который для Российской империи – это тоже мусульманское государство, хотя для Османской империи, конечно, они не являлись мусульманскими. Ну, и для нас в том числе. Я думаю, что вот в этой ситуации, скорее, тут и началось вот это вот противостояние России с чеченцами и Кавказом в целом, потому что Кавказ, я думаю, как таковой, чисто природный и так далее, он тогда навряд ли был бы интересен Российской империи. Но вот с точки зрения, что под боком могут оказаться мусульмане, а Россия на тот момент противостоит, и в основном Османской империи, там и война идет. И вот получить вот здесь вот, значит, мусульман, которые, возможно, либо примкнут к Османской империи, либо даже если они примкнут, то будут по-любому их союзниками, я думаю, вот этот момент и стал причиной нашего противостояния. Поэтому исторически, когда все вот так вот идет, и говорить сегодня о каких-то федерациях, конфедерациях, это, я думаю, это в принципе такая вещь не очень правильная. То есть, еще тогда мы сформировались как отдельная нация, как народ, как государство, которое хочет быть независимым, свободным, хочет на равных общаться со всеми членами мирового сообщества, со всеми странами. И это вот, да, кто-то может подумать, что да, это вот амбициозно, да, это амбициозно, это нормально, здоровые амбиции. И, допустим, мне, ну мне хочется, чтобы у меня, понимаете, в кармане был чеченский паспорт. Мне хочется, чтобы здесь, в Швеции, у меня было чеченское посольство. Я хочу пойти в чеченское посольство на чеченском языке с чеченцами, говорить о своих проблемах. Хочу, чтобы эти чеченцы в чеченском посольстве мне помогали. То есть, это такое вот желание, знаете, вполне себе обоснованное чеченского народа. Но не хотим мы идти в российское посольство ни в рамках федерации, ни в рамках конфедерации, не хотим. Не хотим иметь в кармане российский паспорт. Не хотим. Многого, мы можем, знаете, о многих вещах можно говорить, как, например, Басаев, когда писал открытое письмо Путину при бесланских событиях. Басаев ведь там предлагал очень много таких уступок, как рублевая зона, вхождение в СНГ, там какие-то таможенные и так далее. Масхадов во время своего обращения по поводу переговоров, например, говорил даже о возможности рассмотреть нахождение на территории чечни российских военных баз, единого какого-то пограничного пространства, таможенного и так далее. То есть, все эти моменты можно обсуждать. Но суверенитет – это тема, о которой говорить и которую обсуждать чеченское руководство никогда не было готово. То есть, вопрос суверенитета, он был как бы все однозначно независимостью. Короче, это таково мое мнение. Митрандир Эрландур. Тумсо, я все ждал, когда журналисты тебя пригласят на интервью после твоего возвращения, так как это очень обсуждалось, но пока ничего нет. Почему? Ваалейкум ассаляму раумату ла баракату. Ну, нет, пока не было никаких. Ну, точнее, в принципе, попытки были, но я сам не выходил в какие-то эфиры журналистов, потому что у нас есть где поговорить об этом. Любые вопросы можно задать здесь, получить на них ответы. Для того, чтобы обсудить эту тему, нам ведь не нужны какие-то иные площадки. У нас с вами есть площадка для общения. Субтитры создавал DimaTorzok